Джавид Гамзатов давно известен в мире белорусской борьбы как перспективный, целеустремленный спортсмен. И, конечно же, его участие в Олимпийских играх 2016 года никто не ставил под сомнение, все видели. В категории до 85 килограммов у белорусской греко-римской борьбы есть лидер. Каково же было изумление, когда по итогам чемпионата мира 2015 года в Лас-Вегасе Джавид не завоевал лицензию на главный старт четырехлетия, и не то, чтобы медаль выступления Гамзатова на Олимпиаде оказалась под угрозой. К счастью, есть дополнительные отборочные туры в Олимпийский год, и на одном из них в Монголии. Воспитанник с дюшор профсоюзов и тренера Малик Эскандерова завоевал заветный олимпийский пропуск. Знаете, после чемпионата мира 2015 года пришлось все как бы осознать, все передумать и, наверное, поменять. Это не очень процесс кардинально, потому что я видел, что немного чего-то не хватает. И, знаете, каждое утро практически, когда я находился на сборах, тренировался с лёгкоатлетами, с тренером по лёгкой атлете, как-то Леонид Сафронников, я считаю, что такой тренер, очень хороший, грамотный тренер, что допускается. И он мне помог добавить функциональные возможности, физические возможности в этом плане ему. Большое спасибо ему за это. Ну, отбор, отбор. Он был в Монголии. Отбор был, честно скажу, тяжёлый. Ну, я настраивался на это. Настраивался, был готов к этому. Ну, слава богу, лицензию получилось выиграть, попасть на Олимпийские игры. Ну, а после завоевания лицензии пошла непосредственно подготовка к Олимпиаде. Подготовку к Олимпиаду у нас было несколько сборов. Два выездных сбора. Это в Армении, в Цапкадзоре, в Гангарах, и в Алуште, в Крыму. И три сбора было в стайках. Ну, работал со своим личным тренером, Игорем Анатольевичем Петренко, с Маликом Искандаровым постоянно. Был на связи, приезжал сюда, в Мозырь, между сборами с ним, в кое-какие моменты. Как чувствовал себя в Рио Джавид? И, по его мнению, достаточно ли хорошо он был подготовлен? Вы знаете, я вот пришел на сам турнир, и я не видел еще своего жребия, но я не смотрю обычно до соревнований жребия. И как бы пришел на турнир, когда Игорем Анатольевич мне показал мой жребий, честно сказать, уверенность была, что я выиграю медаль. Только немного... Какое достоинство медаль? Вот это единственное, там, в полуфинале украинец. Здесь были небольшие сомнения. По каждой схватке... Ну, честно скажу, первая схватка, как всегда, бывает тяжелая. Там она была очень тяжелая. А китаец был такой дерганый. Ну, тяжело было его поймать и сделать какое-то действие. Но, слава богу, это получилось сделать. И Анатольевич был 4-0 уже. Ну, держать было... Просто нужно. Как бы тяжело не было. Вот. Вторая встреча была у меня с бурзером чемпионата Европы и мира. Анатольевич из Австрии. Честно сказать, думал, что это будет самая тяжелая встреча. Потому что он, ну, довольно-таки сильный и неплохой спортсмен. Но она получилась на этом турнире самой легкой. Она прошла за полторы минуты. Разрушить его 7-0 был. Ну, и самая, наверное, такая встреча, которую не хочется вспоминать, это с украинцем. С Жаном Бельмяком. Чемпион мира, чемпион Европы. Ничего не скажешь. Классный спортсмен. Классный дворец. Я ему ничем не уступаю. Судьи выделили все. Судьи сделали свое дело. Да, в полуфинале арбитры были более благословны к украинскому борцу. И поражение, по мнению судей, оставило шанс Гамзатова только на бронзовую медаль. Которую уже Мазарян не упустил, уверенно победив соперника из Болгарии. И принеся единственную награду Олимпийских игр отечественной борьбе греко-римского стиля. Я был уверен с нами. Я был уверен, что я должен был пройти. Потому что этой победы ждала вся Беларусь, Мозырь и Дагестан. Мозырь, вся Беларусь, Дагестан, где родился Джавид и его товарищ наставник, один из тренеров Олимп Селимов, везде переживали за нашего атлета, поддерживали его. И Джавид это знает, ценит и помнит. И вообще, этот спортсмен очень благодарный человек, который никогда не бросит друга в беде, делом, словом, поддержит товарища в трудную минуту. Есть люди, которые мне помогали. Огромное спасибо Юрию Александровичу Чижоку. Человек, который помогает, человек, который развивает борьбу в регионах. Молодой человек с большой буквы, спасибо ему большое. И всем работникам федерации, Валерию Афридовичу, всем огромное спасибо. Спасибо и вам, Джавид Шакирович Гамзатов, что вы подарили нам радость, завоевав бронзовую медаль Олимпийских игр, став первым борцом в истории мозырского спорта, поднявшимся на пьедестал почета самого престижного соревнования Олимпийских игр.